В Новый год мы всегда мечтаем о будущем и вспоминаем о прошлом. И сегодня мы попробуем с вами отправиться в необычное путешествие на 50, 100 и даже тысячу лет назад. Каким был Владимир, узнаем прямо сейчас. Чтобы отправиться на тысячу лет назад, нужно проявить немало фантазии. Информации о том, как наши предки встречали Новый год в то время, сохранилось очень мало. Неизвестно даже, когда конкретно в древности происходила смена лет. Так как здесь на нашей земле жили финно-угорские племена и восточнославянские племена, то мы можем лишь предполагать, что основные празднества новолетия могли отмечать в январе, а может быть еще могли отмечать и в декабре, когда день солнцестояния был. И соответственно у нас день побеждал ночь. Вероятно, тогда наши предки и проводили определенные ритуалы, которые должны были обеспечить богатые урожаи и милость богов. О том, как сто лет назад владимирцы встречали Новый 1919 год, сведений, конечно, сохранилось гораздо больше. Например, в областной научной библиотеке хранятся книги воспоминаний от свидетелей той эпохи, различные манифесты партии, бюллетени и вестники, научные труды. В первые постреволюционные годы владимирцам, как и всем жителям страны, жилось очень тяжело. В 1918 году страна вышла из Первой мировой войны. Ее раздирали внутренние противоречия, политические и экономические проблемы. Во Владимирской губернии было голодно, деньги обесценивались, и людям нередко приходилось менять свои вещи на еду. Они хотели только одного, чтобы это скорее закончилось. Голод, разрыв коммуникаций. Поэтому, если мы говорим о том, как встречали Новый год с 1918 на 1919, это вопрос ставил вообще, что-то есть можно будет, мы что-то найдем. Но даже в тяжелые времена жители города и губернии продолжали заниматься творчеством и старались верить в лучшее. Сохранился даже такой вот сборник стихотворений, владимирских поэтов, изданные в 1922 году. Через полвека все изменилось. 50 лет назад Новый год стал для владимирцев настоящим праздником. Советские граждане сами создавали себе настроение. Правда, выходным тогда был всего один день. Зато как тщательно готовились к Новому году. Сначала наряжали живые елки, искусственных еще не было. Игрушки и украшения часто делали сами. В 50-е и 60-е годы вешали вот такие вот игрушки, которые делали из бус, шариков, собирали их. Ну вот тут вот это наподобие спутника, это вот мельница старинная. А вот это вот самое старое, которое у нас сохранилось, это вот снежинка, сделанная из мягкой проволоки. Одно из главных событий в жизни Лидии Николашкиной случилось именно в Новый год. Любимый человек Николай сделал ей предложение, и с тех пор они не расставались. Под Новый год в их семье всегда устраивали костюмированные представления с переодеваниями, готовили пельмени. А после, как и многие владимирцы, шли гулять на Соборную площадь, которая тогда называлась Площадью Свободы. Там были баяны, гармошки. Особенно собирались родной совсем, двоюродные сестры, братья. У нас у самих было два гармониста. С песнями, с частушками шли на елку. А на елке уже разбегались, там, где веселее музыка играет, туда и плясать. Где поют, туда петь. Песня кончилась, идем там, где играют, плясать. Свои гармонисты обижались. Но к нашим гармонистам подходили чужие. Праздничные вечера, которые владимирцы устраивали на работе, были, пожалуй, даже интереснее современных корпоративов. Потому что люди придумывали и делали все сами. Писали сценарии, шили костюмы из подручных материалов. Образы получались самые неожиданные. Например, сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол одними из первых в городе стали устраивать настоящие представления. У нас были организованы новогодние карнавалы. У детства 60-го года, это у нас уже была традиция. Каждый год, каждый лабораторий и отдел подготавливали какую-то карнавальную композицию. Притом, это всегда было с какой-то тематикой. Разные сказочные сюжеты. Вот здесь, например, Шамаханская царица, царь Салтан, сцены, мушкетеры. Привлекали и своих мужей, и жен, и детей. А еще с удовольствием пели песни, одну из которых, самую новогоднюю, до сих пор точно знают все поколения. Потому что любовь к жизни и ожидание новогодних чудес вне возраста. Гусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело встретим Новый год. Весело, весело встретим Новый год.